Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! И в продолжении масленичной недели предлагаю испечь вкусные полосатые блинчики. Отличным дополнением будет начинка из карамелизированных яблок. Если вам не важен именно карамельный привкус, можете просто потушить яблоки с сахаром. Блинчики получаются нежными и очень необычно смотрятся на столе. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, на холодную сковороду высыпаю сахар, доливаю немного воды, размешиваю и жду, когда жидкость закипит. После этого добавляю кусочек сливочного масла, размешаю и дам карамели немного покипеть. Когда она загустеет, немного потемнеет и перестанет интенсивно пузыриться, добавляю очищенные яблоки, порезанные мелкими кубиками. Помешивая, доведу яблоки до полуготовности. Если хотите, доводите до мягкости. Добавляю корицу, немного ванильного сахара, размешаю и оставляю остыть. Для теста к яйцам добавляю сахар по вкусу, соль, ванильный сахар и разболтаю венчиком. Выливаю кефир или простоквашу комнатной температуры, размешиваю, высыпаю муку и 1 третью чайной ложки без горки соды. Тщательно размешиваю до исчезновения комочков, добавляю рафинированное подсолнечное масло, можно взять оливковое и кипяток. Быстренько все размешиваю. И теперь отолью немного теста от общей массы. Если вы будете делать только рисунок, двух половников будет достаточно. Добавляю в меньшую часть порошок какао и хорошенько размешиваю. Беру пакетик для замораживания, он поплотнее и переливаю туда шоколадное тесто. Если хотите, можно взять кулинарный пакет. Горячую сковороду смазываю растительным маслом и равномерно распределяю тесто. Делайте блинчики желаемой толщины. В пакетике с коричневым тестом я сделала очень маленькое отверстие. Наношу полоски и жарю блинчик с одной стороны. Затем переворачиваю и довожу до готовности с другой. Таким же образом выпекаю остальные блинчики, нанося различные незатейливые узоры, так как у меня нет способности к рисованию. Ну а вы фантазируйте согласно своим талантам. Вообще очень интересно такие блинчики выпекать с детьми. Уж они-то придумают, что изобразить. Ну а смазывать ли сковороду перед каждым блинчиком решайте сами. Я еще испекла парочку шоколадных блинов. У меня есть любитель. И всего у меня получилось 15 штук диаметром 20-21 сантиметр. Визуально делю блинчик пополам и на центральную часть половинки выкладываю начинку. Далее складываю блинчик пополам, а боковые части складываю внахлёст к серединке. Получается такой треугольничек. И таким же образом сворачиваю остальные блинчики. В принципе вы можете их складывать как хотите. В таком виде их удобно кушать острой частью вниз. Начинка не вываливается. Можно также подавать эти блинчики со сметаной, со сгущенным молоком, с каким-нибудь сиропом. Но честно говоря, они хороши и без топингов. Можно подавать, что называется, с пылу с жару, а можно заморозить впрок. Кстати, в одном из следующих видео я покажу, как делаю полуфабрикаты из блинов для завтраков. А если вам понравился сегодняшний рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на моем канале еще больше рецептов блинов в соответствующем плейлисте. И не забудьте подписаться. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.